Эпопея с танкером Делфи, похоже, получила шанс успешно завершиться. С самого утра на месте крушения возобновились активные работы. Специалистам с помощью буксира все же удалось приподнять правый борт судна и значительно уменьшить крен танкера. Это заявляют в администрации порта, а подготовительный этап перед буксировкой судна. С подробностями с места события мой коллега Ильяна Ксенов. Сегодня с 9 утра у многострадального танкера Делфи не бывало оживлений. И, как оказалось, не безрезультатно. Носовая часть полностью показалась из воды. Сам же бункеровщик стоит почти на ровном киле. Удалось это сделать с помощью двух буксиров и плавучего крана, который их подстраховывает. Однако всей этой операции предшествовало несколько недель кропотливо работы водолазов. Оказалось, что под водой их ожидали серьезные трудности. С 10 числа проводились подготовительные работы. Все необходимые работы по расчистке дна, по уборке большого препятствия в виде скалы. Там 50 кубов был камень. Это было основное препятствие. Подошедшие буксиры очень медленно вытягивали Делфи из воды. Таким образом, говорят специалисты, удалось значительно уменьшить крен судна. Делалось это в комбинации с работой специальных насосов, перекачивающих воду из одной части судна в другую, дабы придать Делфи больше устойчивости и увеличить момент опрокидывания. В часть помещений нагнетался воздух специальными компрессорами. В часть помещений освобождалась от воды насосами. И часть помещений закатывалась вода в другие помещения, закатывалась наоборот вода для того, чтобы увеличить опрокидывающий момент. Плюс два мощных буксира, у которых усилие на гаг по 60 тонн. Чтобы поднять Делфи, ему пришлось распрощаться со своей мачтой. Ее срезали, лежит она рядом в воде. За оставшееся до конца этого дня время водолазы должны обследовать правый борт, который без малого 9 месяцев находился под водой. Как вы понимаете, в случае, если будут обнаружены пробоины, их придется заделывать. И сроки проведения эвакуационной операции сдвинутся. Как только решат все эти вопросы вместе с другими техническими нюансами, Делфи с помощью двух барж их расположат по левому и правому борту. Отбуксируют с пляжа. Куда именно, пока неизвестно. В администрации морских портов уже ищут подходящее место. Напомню, что танкер Делфи потерпел крушение 23 ноября прошлого года. Неуправляемое судно выбросило на Одесский берег. Тогда же военные водолазы сняли с борта трех членов экипажа. Впоследствии капитан судна получил условный срок за нарушение правил судовождения. Само же судно – вещдок в расследовании о контрабандных схемах поставки топлива. Ранее подъемом танкера занимался нанятый судовладельцем подрядчик, но три попытки оказались тщетными. После этого эвакуацией занялась администрация морских портов за государственный счет. Чиновники уверяют, что все расходы компенсирует судовладелец. Камарат, морская администрация.